Игромания дает Отвинта Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Гомовер, это Бонус, и мы начинаем программу Отвинта. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, это Бонус, и мы начинаем программу Отвинта. Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о новых компьютерных играх, а также немного поговорим о последней технической новинке, так называемых биороботах. Сегодня, как и всегда, мы поговорим о компьютерных играх от инфекции. Некоторые из вас, может быть, уже догадались, что сегодня мы заменили одного из наших ведущих на такого вот биоробота, но, кажется, у него немножко сели аккумуляторы. Ну, или он совсем сломался. Но вы не огорчайтесь, мы обязательно его починим в течение ближайших десяти минут, так что оставайтесь с нами. Первая игра, с которой мы хотим сегодня вас познакомить, относится к разряду сказок-симуляторов. К этому же разряду относится и знаменитый Magic Carpet, ковёр-самолёт. О, я же говорил, быстро починят. Кого починят? Да, неважно. Итак, эта игра называется «Бонзай Баг», что переводится как «Бонзайский жук». Эту увлекательную историю вам расскажет непосредственный участник давно минувших событий – сам жук Бонзай, ныне старая, усатая, насекомая. Он расскажет вам о счастливых днях беззаботной юности, когда он был молод, имел много друзей, возлюбленную, ну и всё остальное, что положено молодому существу. «Бонзай!» «Всё я знал, это прекрасное чувство свободы!» Любимым занятием жуков и мошек в той местности было подлететь к проходящему мило-шоссе, дождаться попутной машины и прокатиться на потоке встречного воздуха обтекающего автомобиль. Ну, теперь становится понятно такое обилие разнообразных мошек, которые приходится счищать с лобового стекла после поездки по шоссе. Для них это оказывается просто развлечение, вроде скейтбординга. Итак, жук по имени Бонзай вспрыгнул на одну из таких машин, но вдруг его подхватило порывом ветра, и он оказался намертво прижатым к радиаторной решётке автомобиля. Бонзай смог отлепиться от неё лишь только когда машина остановилась в гараже. Очнувшись, он с ужасом выяснил, что попал в гараж самого дезинфектора. Его ещё называют дезинфектором. Это был самый грозный и ужасный враг маленького жука. Очнулся он от того, что дезинфектор радостным голосом сообщал своей семье, сколько насекомых он уничтожил за день. Тут начинается, собственно, игра. Вам предстоит путешествовать по дому дезинфектора, стараясь остаться незамеченным, чтобы вас тоже того не дезинфектировали. Вы будете искать единомышленников, плести сеть заговоров и интриг и тому подобное. Ориентироваться в доме вам поможет мексиканский жук, который будет называть вас Амиго. Несмотря на кажущуюся дружелюбность, пользы от него будет немного. Потом вы познакомитесь со слезняком слага и другими насекомыми. Как ни странно, Бонзай Баг — это лётный симулятор. Именно так его называют создатели игры. Ну, не знаем, не знаем. В любом случае, Бонзай Баг предоставляет вам уникальную возможность посмотреть на мир глазами летающего насекомого. Известно, что создатели компьютерных игр охотно обращаются к исторической или даже псевдоисторической тематике. Это связано с тем... ...вообще ограничен. А историк даёт Баг... ...для фантазии. Да? Ну, почините меня уже. Видите ли, у современных биороботов довольно плохо устроен разговорный аппарат. Итак, нашу программу продолжит игра, посвящённая поискам таинственной Атлантиды. Она называется Ark of Time. А у меня ничего не получает. Ну, я сам переведу. Ладно. Это переводится как «Ковчег времени». Ark of Time — это классический квест с весьма сложной и запутанной предысторией. Предыстория эта такова. Однажды известные своей учёностью американцы решили организовать очередную научную экспедицию. Отличие этой научной экспедиции от других заключалось в том, что, во-первых, спонсором этой экспедиции было частное лицо, а не государство. А во-вторых, отправлялась она на поиски загадочной затонувшей Атлантиды. Собственно, о существовании этого якобы могущественного государства науке так ничего доподлинно и неизвестно. Историки до сих пор не могут прийти к какому-то общему мнению, существовала ли Атлантида на самом деле или нет. Учёные в Ark of Time решили сразу положить конец всем подобным домыслам. Действительно, что может быть проще? Сплавать и посмотреть, там ли она. Тем более, что и частное лицо, которому не терпится потратить деньги неизвестно на что под рукой. В общем, идеальные условия для отправления экспедиции куда-либо. Итак, команда в составе четырёх человек погружается в специальный батискап, построенный на деньги упомянутого частного лица, и отправляется в плавание. По дороге происходит много чего интересного. Сначала отказывают все приборы. Ну, видимо, частное лицо всё-таки где-то недоплатило. Затем членом экипажа является массовая галлюцинация — белый дельфин. Тот из членов экипажа, который поумнее, вспоминает, что Христофор Колумб видел такую же галлюцинацию по дороге в Америку. Это странным образом очень ободряет всех остальных членов экспедиции. Ну, а потом приборы отказывают окончательно, и экспедиция теряется в толще вод. Вы играете роль лондонского журналиста, которого главный редактор отрежает на поиске пропавшей экспедиции. На этом, видимо, настояли родственники частного лица, которые рассчитывают на известное наследство. Вы отправляетесь в Латинскую Америку и начинаете долгие и нудные поиски. Вам придётся расспрашивать кучу народу о том, что они видели и слышали, а это, согласитесь, не самое приятное занятие. Так что вот наш совет начинающим квестовикам. Лучше ограничьте ваше участие в игре Ark of Time просмотром демонстрационного мультфильма. Нашу программу, в студии которой в последний раз присутствует биоробот, завершает игра Top Gun. Да, действительно, она относится к классу авиасимуляторов. Это название переводится просто. Top Gun, он и есть Top Gun. Итак, друзья, перед вами очередной авиасимулятор. Собственно, на этом рассказ об игре можно было бы и закончить. Если бы не одно обстоятельство. Top Gun отличается от собратьев по жанру тем, что это необычайно сложный симулятор. Наши эксперты пришли к выводу, что проще научиться летать на настоящем боевом самолёте, чем научиться хорошо играть в Top Gun. Так что наше описание игры будет предельно кратким. Первое. Вы взлетаете. Если удастся. Второе. Осмотритесь. Если удастся, уберите шасси и закрылки. Третье. Попробуйте поманеврировать. Это вам не удастся наверняка. Четвёртое. Если увидите противника, можете смело бросать управление и врезаться в землю. Всё равно он вас собьёт. Если противник появляется в то время, пока вы бросаете управление, смотри пункт 4. Если противник не появляется, можете поманеврировать, пока не врежете в землю. Желаем приятного полёта. Ну вот и всё на сегодня. Выключите меня, пожалуйста. Гейм, как говорится, оба. В смысле... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА